Дорогие друзья, мы опять идем на выставку вещь и сегодня посмотрим посуду. Самовар, термокружку и стакан мы уже рассматривали в другом ролике, поэтому сразу же идем в следующий зал. Начнем с замечательного чайника паровоз Казимира Малевича. Чайник представляет собой эффектную композицию из врезанных друг в друга геометрических объемов и плоскостей. К чайнику прилагались и весьма своеобразные кружки. Изображение этого оригинального сервиза можно встретить довольно часто, причем чашки везде разные. Здесь такой формы. Я думаю, было несколько вариантов сервиза. Здесь на чашках супрематический рисунок. Чайник же всегда один и тот же. Такая форма была сложна в производстве и не очень удобна с практической точки зрения. Но сам художник говорил, что это идея чайника, а не чайник. Этот экспонат предоставил Императорский фарфоровый завод. Форма восстановлена на Императорском фарфоровом заводе в 2001 году. Рядом с чайником – блюдо с росписью в технике хохлома. Это смелое прочтение старинного промысла. Тарелки из серии номера и тканей. Из коллекции фарфора к юбилею Варвары Степановой. Типичные цвета конструктивизма. Это проект спасения. С помощью высокотехнологичного клея разрозненные ненужные изделия были соединены в оригинальную композицию, которая приобрела новую функцию. Это такая ваза. Проект был направлен на то, чтобы дать этим скромным вещам новую жизнь. Следующий проект – ресайклинг. Ресайклинг – это повторное использование, переработка отходов. Дизайнер как бы поместил мусор в раму. В результате получились абсолютно функциональные объекты – вазы, блюда, органайзеры. Такие вещи позволяют по-новому взглянуть на привычные нам вещи и их эстетическую ценность. Такой творческий подход к многофункциональному использованию и переосмыслению роли простых бытовых вещей был характерен для советской культуры. Это такая ваза из ненужной консервной банки. А это такой кухонный контейнер в виде консервной банки. Очень лаконичный дизайн. Редактор субтитров А.Семкин